Кэшбэк 10% на всё. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Мне кажется, я схожу с ума. Сейчас всё объясню. В общем, я на протяжении недели хочу побегать. Представляете, вот прям организм требует бег. Я вообще не люблю это дело, но вот говорю, в последнюю неделю прям такое мощное желание. И я ещё решил, что здесь есть очень красивый мыс, до которого трудно добраться. По пути есть пляж, на котором мы уже купались. Туда можно добежать, либо дойти, но мы в данном случае побежим. И там такие перевалы. Открываются красивые виды на всю дачу, на море. Тоже вам покажу. А потом мы продолжим путь уже, скорее всего, в пешем порядке. На пляже нам надо ещё, наверное, искупаться. Но посмотрим, как будет. Возможно, будут волны. У нас это сделать не получится. Но мне, например, очень хочется. Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Это действительно необычный выпуск, но он точно будет прикольный. Начинаем мы отсюда, с нашей виллы, где, собственно, мы и живём, и побежим. Путь нам предстоит не близкий и не лёгкий. Сейчас даже засекём время. Ну что, запускаем секундомер. Пьём, посмотрим, за какое время мы добежим до пляжа. Бежать примерно, не знаю, километра четыре, наверное. Ой, сто лет этого не было. В общем, ребятки, всё, давайте в путь. Я ещё бегу с небольшим грузом. У меня там дрон. У меня там есть водичка немножко. Правда, не в пластиковой бутылке, а в стекле вообще. Ну, посмотрим. Надеюсь, у меня вообще получится это сделать, и я где-нибудь на полпути не сдохну. Ещё же нужно вам всё это показывать и рассказывать. Вот у нас туда спуск идёт в город, а здесь сразу начинается вот такой вот подъём. Не хилый на самом деле. Надо сейчас, знаете, что ещё сделать? Взять такой темп умеренный, чтобы там бог не начал колоть или что-то типа того. Говорю я не делал, этого очень много лет не бегал, но вот здесь уже, кстати, красоты начинаются. Так, ещё чтобы нас не сбили здесь, тоже очень важно. Так, смотрите, какая красота. Но дальше будут ещё лучше виды на самом деле. Сделаем такую дополнительную рубрику на ютубе. А вдруг зайдёт, сейчас вы меня поддержите. У-у-у, славянчик, молодец. Да я уже не молодец. Я, походу, уже сдох. Но на самом деле можно, потому что посмотрите, какой я подъём уже преодолел. И какой вид. Просто славян дурачок называется. Зачем он это делает? Ну не знаю зачем. Организм прям просит пробежку. Сюда мы ездили только на машине, а вот сейчас я бегу. Вообще давно хотел забраться вот на вот эту гору. Но пока, увы, смотрите, дача с высоты. И даже не с дрона, а просто со смотровой. Здесь классные виллы. У людей, представляете, как открывается вид. Красотища, красотища. Так, ну ладно. Будем двигаться дальше. Двигаться. Я бегу. Вообще-то. С грузом. На минуточку ещё и камеру держу. Хочу вам показать ещё жука. Ой, каких-то волосатых годов. Мы тоже пару раз проезжали вокруг него. Красавчик. Вот классная вилла. Она новая, но так более-менее. У неё такая застеклённая терраса. С этим видом, прикиньте, как люди живут. Огромный флаг Турции на горе. Мы бежим изначально куда-то вот за вот эту гору. Здесь тоже серпантины такие серьёзные. Буквально чуть-чуть спустился. Ну вот оттуда. И начинается такая дорога. Видите? Как бы направо уходит. Небольшой пригорок. И другой уже вид. С этого вида уже видно остров. Вот видите? Слушайте, я, конечно, не знаю, смогу ли я добежать. Очень сложно. Ух ты! Отсюда вид на Марину. Видите, красиво как амфитеатр. Виден. Свои виды. Оттуда открывались одни, здесь другие. Здесь вот, пожалуйста, пляж. Но мы бежим не на него. Ой-ой-ой, здесь какие камни. Просто хочу подбежать вам показать. Вот какой подъём, самосвал. Еле едет. Смотрите, как раз это небольшое озеро. Как-то раз тоже там гуляли. Так, ну а мы будем бежать дальше. Вот ещё вам покажу вид отсюда. Пятна такие на воде. Красивые переливы цветов. Игра морская. Сегодня, кстати, очень крутая погода. Для того, чтобы бегать. Потому что солнца нету. И не совсем жарко. Но в любом случае... Но в любом случае, конечно, капец. Ладно, здесь на самом деле воинская часть есть. Снимать нельзя рядом с ней. Поэтому не буду. Я бегу уже 11 минут. Пробежал эту часть. Перед частью. Такой очень серьёзный спуск. Что бежать было неприятно. Как буду преодолевать в обратную сторону, не знаю. Набежал уже, видите, до поля футбольного. На котором мы тоже играли. Красиво. Горы, горы, крудом. Сосны. Вот. Видите? Дорога. Это как раз оттуда я и спускался бегом. Так. Ладно. Продолжаем бежать. Я вон зарядил наушники музыкой. Чтоб мне было не так скучно. И продолжаю бежать. Я ещё не знаю, какими приложениями пользоваться. Для бега. Ну там, типа знаете, измерить километраж. Если знаете, в комментариях пишите. Ладно, бежим. Посмотрите на эту красоту, которая сзади меня. Посмотрите, какая гора. Я бы здесь, на самом деле, на всю горы бы позабирался. Вот справа, пожалуйста. Смотрите, какая красотища. Слушайте, ну не знаю. Походы ходить это одно. Понятное дело, что очень классно. Но бегать здесь одно удовольствие, честно. Здесь такой воздух. Олеандр. Пальмы. Сосны. Кстати, бегу. Камеру ещё держу. Ещё, знаете как. В одной руке телефон. В другой. Камера. И это такие, как дополнительный груз. Как такие маленькие гантельки. Но на самом деле они утяжеляют. Поначалу не понимаешь. А вот сейчас чувствуешь. Особенно, когда бежишь, разговариваешь. Плюс держишь камеру, рука напрягается. Так. Собаки лают. Сейчас всё съедят меня. Какие виллы, видите здесь. Красивые. А, вон она. Из забора. Голова трещит. Я начинаю подниматься в горку. Фух. Да. Без опыта это, конечно. Прикол. А впереди какая гора, посмотрите. Я очень надеюсь, что на море нет шторма. Потому что я уже на самом деле мокрый. Я очень хочу искупаться. Фух. Давай, славян. Ты точно сможешь. Фух. Да. Здесь по пути. Магазин, оказывается, был. Можно было с собой не брать. Минералку в стекле. Но это ладно. Это на пляже. Завезошёл вот. Купил. Остановился. И ноги уже болят. Я не представляю, что со мной будет завтра. Ладно. Побежали дальше. Вот. Знак. Пятипроцентный спуск сейчас будет. Сейчас покажу. И отсюда уже откроется, кстати, море. Вроде так. Если я правильно помню. У меня, кстати, вес в портфеле стал ещё сложнее. Ещё больше. На целый литр воды. Ну да. Смотрите, какие здесь красоты. Смотрите, какая красотища. Вот люди живут. Вот так вот, видите, в вилах. Перешёл дорогу и спустился. Моё любимое море. Вон он пляж. А мы бежим куда-то вон туда. Изначально далеко-далеко. Надеюсь, доберёмся. Да, далековато, конечно. Ну ладно. Двигаемся. Посмотрите, какие переливы моря. Какие там краски. Я всё ближе и ближе к купалке. Не знаю, видны вам эти морские цвета. Нет. Передаёт камера. Но мне, конечно, не открываться здесь. И смотрится очень круто. Сейчас будем пробегать. Местечко такое, где припаркованы судна, корабли. Смотрите. Смотрите, как не знаю потом, как их спускают здесь. Вроде даже крана никакого нету. Сейчас покажу вам водичку. Немножко с высоты. Смотрите, какая красота. Вот так вот мы стоим. Чистая-чистая пляж. Вот за вот этим поворотом. В общем, бежать нам ещё прилично. Вон скала, такой выступ тоже в воде. Возможно, туда доберёмся. Как вы могли заметить, я на самом деле не в тапочках. Я даже надел кроссовки. Вот так вот видите, они стоят. Не знаю, может они не рабочие уже. А, ну хотя они вот стоят. Каждый на своём этом прицепе. Нету какие-то вообще стоят. Просто вот так вот палками. Подпёртые на пеньках, так сказать. Здесь. Вот, например, вот этот либо вон тот дальний. Фух. Слушайте, а дальше нам предстоит подъём. Причём серьёзный. Фух. Я надеюсь, я добегу. Когда только побежал, прям было так сложно. Сейчас тоже бегу. Нормально. А, вот он спуск у них. Бетоном залит. Фух. Фух. Эти красные. Скалы. Фух. У меня получилось это сделать. Мы добежали. Здесь вот скалы. А там пляж. Пусто. Вообще нет никого. Слушайте. Фух. Фух. Я вон там в горах вижу тропинку. Вот получается как-то вот так через хребет. Наверное, так и поступим. Пройдёмся по пляжу. Фух. 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 Вот это я подустал. Самое то сейчас, ребята, будет просто. Фух. Искупнуться. Фух. У меня, кстати, есть вся такая парковка. Можно приехать на машине. Оставить. Покупаться. Фух. В общем, я сейчас буду. Фух. Самым оторванным. Ладно, давайте. Быстро. Раздеваемся. Точнее, снимаем футболку. Рюкзак. И идём купаться. Ну что, всё. Пойдёмте. Улицы сейчас двадцатка. И море сейчас тоже двадцать градусов. Чистейшее, чистейшее. Видите, какая красота. Фух. 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 Там сидит чувак. Видимо местный. Он в куртке. А мы купаемся в море. Ладно, давайте. Какой кайф. Фух. 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 Ну как не купаться-то? Ребята, пятнадцатое, пятнадцатое декабря. Фух. Мы купаемся. Ну, сму, если я... Фух. 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 Слушайте. какой-то как я помню мы когда сочи жили я тоже купался зимой но там вода холодная ну типа 13 14 градусов даже уже вот в это время 31 помню мы купались но здесь то она теплая ну как не купаться сейчас еще маленько отдохну и дальше продолжаем путь сейчас посмотрим по времени еще на сколько мы сюда добежали так что у нас там по таймеру где мои часы то так вот бежали мы сюда знаю будет видно не будет 31 минуту но это вместе с купалкой ну что все я даже немножко отдохнул подсох а теперь пойдемте в горы преодолевать смотреть там красота пошлите обожаю межсезонье потому что ты можешь наслаждаться по-настоящему наслаждаться совершенно пустой пляж из какой-то отельчик кар кардиос что ли называется ну да прикиньте так люди дай как живут отель beach пляжный отель работает не работает не знаю а у них сам дальше тоже территории домики стоят но на самом деле круто вот так вот прикиньте пожить вот вы выходите из отеля сразу вот этот вот очень-очень классный вид и здесь же сразу вот видите такие кафешечки есть пирсик пойдемте сходим на него сейчас посмотрим там стать одна лодочка прифартована но кафе сейчас уже не не работают в таком кстати классном состоянии видно что следят вот отсюда можно попрыгать понырять я кстати как-то говорил в выпуске об этом но почти таки не доехали в река чистая чистая вода я не знаю какая здесь глубина мне кажется большая но дно видно ну это естественно море здесь чистейшее здесь же песочек если мы заходим ко мне вот например да а дальше уже песок как мне пробраться на ту сторону по воде там только придется идти потому что там уже нету выхода фланта буду разбираться меня там какая-то собака пытается съесть light меня light что мы начинаем путь я хочу показать что здесь есть на деревьях даже какие-то метки но видимо здесь ходят но судя по даже по maps.me здесь какая-то идет тропинка и даже не одна просто мне не нравится здесь огромное количество собак которые так и хотят меня попробовать на вкус вот еще лежит кто-то маленький такой забавный и вот еще метки видите значит мы идем правильно вопрос только куда как непонятно вот этот красивый дом не знаю что это отель не отель но получается прибежали вон оттуда-то откуда-то там интересно здесь тропа конечно прям скальная скальная виду уже открывается посмотрите вот я допустим снизу вообще не видел вот этой горы она вся в облаках а мы поднимаемся туда куда-то выше о кстати смотрите еще метка правда до вот этой метки вообще не было никаких меток и я так чисто сам случайно сообразил что именно сюда нам нужно идти вон еще метка на камне я вижу это хорошо что есть хоть какие-то метки еще вон осел привязанный стоит чтобы не убежал наверное да слушайте перепадик да какой а какая красота а вон там вот посмотрите он там пещера он там вот в скале ухты ничего себя чет за пещера вот туда надо добраться было бы идеально посмотреть так ну ладно давайте дальше подниматься еще так видите здесь скальная грязь потому что шли дожди и наверное не самое лучшее прям время идти после дождей но тем не менее море тепло чистенькая красивенькая кроссовки одели чтобы не переживали привет осел ох то он седлом значит это недалеко хозяин и одинокое дерево это оливки одинокое оливковое дерево вот они ведь плоды валяются оба там красиво вот эти скала так ну и что назовет сейчас ждет сейчас мы поднимемся на вершину вот на вот эту получается мы вот эту вот гору так обогнули ой 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 я кстати уже вижу и сейчас вам покажу ну очень круто здесь вот такая красивая травка ярко-зеленая ну слушайте конечно не идти так далеко вот получается видите вот этот крайний крайний мыс уходит маяк там что ли стоит да эти конечно далековато так что он здесь высоты какие-то вот это я замахнулся на такой поход конечно скалы здесь конечно очень красиво я вот так чуть вниз спускаюсь здесь получается такие скалы в воде знаете как острова собственно сами смотрите вот они видите ну короче почему-то ниже ниже спускаемся не знаю зачем я так решил ухты земля ходит из-под ног он красотища да природа вообще великолепная правда вроде метки метками а сейчас вообще никаких меток не вижу кэшбэк 10 процентов на все закажите дебетовую альфа карту с вечным бесплатным обслуживанием альфа банк лучший мобильный банк я нашел тропинку но она собственно ведь состоит вся из вот таких вот скал скалистая отчасти скользкая и можно в принципе шагать но я посмотрел на карте она потом прерывается а вот дальше как идти туда конечно я не знаю вообще но нам сми вроде все пешие тропы проложены ну возможно не все но это почему-то там где-то заканчивается какой здесь видона вот в камнях есть какие-то дыры да слушать вот по такой местности нам придется идти я не знаю здесь есть еще камнипада нету а то так придавить вот будет весело ну явно никакая это не туристическая тропа папа кажется я что-то шел недавно может быть тоже ходят люди в походы ночью не ходить такие виды красоты ухты и смотрите какой муравейник я сейчас покажу и кстати здесь много этих муравейников красные муравьи делают такой вот торт просто это раз это первый а вот второй такой же муравейник как они это делают красавчики посмотрим бухту шикарная не знаю возможно можно даже как-то спуститься мне эти скалы точнее их цвет очень сильно напоминает халву согласны со мной вот прям даже такое строение такое халвистое я еще в том году дамы немножко катались по турции это заметил чтобы прям халва и халва немножко спустимся о какие белые скалы смотрите как тут красиво так все навально судя по бутылкам есть видимо кто-то и приходит сюда чего-нибудь попить поесть а вон там вот впереди вот я вижу пляж но сейчас туда точно доберемся посмотрим что там я кстати сейчас иду пока фотографирую и у себя в телеграм-канал закидывайте фоточки поэтому обязательно перейдите в телегу в мою по ссылке в описании и посмотрите вот прям прикольный смотрите цвет воды я думаю что вот тут вот за вот это скалой глубина такая хорошая уже будет а там какие скалы просто посмотрите в какой красоте невероятно да с этих бы камней не рухнуть туда вниз как говорится надеюсь не бабахнемся потому что высота конечно приличная ну и собственно вот они пляжики дикие вот здесь так себе конечно пляж вон там вот подальше пляж конечно прикольный не знаю смогу ли я до него добраться или не смогу оба с попробуем здесь вообще уже на самом деле как таковой тропы даже нету есть просто уже вот так вот по скалам идешь не то кстати тоже уже нету они как-то там и закончились баба и как мне тут просто сейчас надо будет так по скалам как-то пробираться блин как здесь красиво мне еще очень нравится сочетание вот разноцветного моря и вот этих видите красные кусты желтые кусты зеленые кусты все это дело еще и с оливками а вон там вот дальше сосновый лес начинается сеть как классно если спуск я вроде посмотрел тропа где-то идет вопрос только где прям будем идти под скалами надеюсь ничего не упадет мне на голову надеюсь но как говорится но это не точно потому что ты идешь вроде бы так-то смотришь и такое ощущение что ну а чё они в принципе невысокие а по факту горы очень даже высокие и плюс после дождей конечно ходить вообще не нужно но мне очень захотелось сюда прогуляться очень поэтому я и пошел мне кстати как попал сюда уже непосредственно как бегать прекратил выключил музыку иду просто и слушают звук моря ветер птицы какие-то летают иногда раздаются их звуки идешь и конечно уединение супер надеюсь вам слышны звуки и птиц тоже если бы я мог вам передать запах который здесь сейчас начинается от этих сосен ой я был бы счастлив но увы к сожалению сейчас это сделать нельзя так что представляете вообще на самом деле очень похоже знаете на геленджик когда тоже там шарахаешься по каким-то интересным местам там конечно другие горы здесь горы больше напоминают крымские горы вот так вот рядом с морем эти отвесы да это очень круто вот геленджик тоже этими хорош что что там сосны тропы вот эти запахи слушайте это что такое смотрите какой разлом в земле произошел но когда-то точно эта часть уйдет в море ну когда-то непонятно когда через сколько лет все старые колючки иголочки опали а свеженькие растут здесь походу кстати тоже были пожары судя по да видите пепелище какое горелое все да в том году не хило турция горела то и вот получается мы как-то ездили в конец туда этого мыса даче и там показывала леса и все елочки сосна вот стоят с такими колючками красными и стволы у них видите горелые а здесь уже сосна не горелые то есть но они уже распустились и здесь я где-то видел капельку смолы а вот она видите смола дает дерево дает сок вон оно все черное да уж самое что прикольно смотрите вот идешь сосны голову опускаешь и лежат оливки круто да сочетание природы разный на одном квадратном метре зашкаливает вот поваленное дерево свалилась это мы представляете откуда идем вот на гора вот она вышка на горе вот оттуда обалдеть да и вот судя по карте я же куда-то углубляюсь в лес и потом тропинка заканчивается где-то тут здесь видимо какой-то красивый пляж а дальше вот куда я хотел дойти смотрите здесь как говорится еще топать и топать но троп вообще нету как дальше двигаться не знаю но в общем сейчас дойдем сюда а а дальше будет видно у меня перепад высоты получается сколько 50 метров видимо вот сейчас она начинается лес то такой густой кстати вообще густой надеюсь меня не медведь здесь не сожрет надеюсь да но в целом вот тропинка есть собственно здесь можно ходить вот так вот путешествовать по вот этим маршрутам единственная забыл показать здесь висит табличка ни в коем случае нельзя разжигать костры вы сами видите последствия как к чему это может привести конечно нужно беречь природу а вот это вот что за цветы или что это такое растет кто знает напишите так знаете как у нас в лесу заходишь ландыши начинают что-то типа такого но это не ландыши у них такая луковица как будто это лук я тут один уже видел а вот грибы кстати смотрите вот пожалуйста ну-ка кто знает съедобный несъедобный гриб я в грибах тоже ничего не знаю не шарю абсолютно вообще так что будем дальше двигаться посмотрим куда нас тропа приведет интересно даже я сейчас вам покажу такой клевый видон смотрите вот так вот я иду и просто голову налево повернул и посмотрите какие виды открываются это мы где собственно были в тут вот вставали ходили и отсюда такая красотища слушайте настолько живописная эта дорога эта тропинка что ты просто идешь и вау 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 со всех сторон вот сейчас даже смотрите вот мы идем сейчас просто открывается слева вид я то его уже вижу а сейчас покажу вам эту красоту гляньте цвета морские и там на скале не знаю видно не видно вот на вот это вот маленькой скале какая-то птица сидит баклан не баклан или как там они называются ой красоты 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 кругом сплошные красоты вот я про что вам говорил вот мы там стояли и я горю что такое ощущение что скала невысокая а по факту посмотрите на ее высоту приличная иду и такие соблазнительные скалы что я думаю что нужно точно так вот сделать кстати еще открытый у меня вопрос по клещам вообще здесь есть клещи вроде же как есть по моему да здесь по моему даже каком-то году суета была по клещам ух ты ух ты ой вот это да морить какие-то дальше скала и там по идее можно как-то забраться наверху так и спуститься я конечно это очень люблю а вот он или вот он вот он зеленый газончик где мы с вами ходили а получается вот в этой бухте там мы купались так ну что будем продолжать идти дальше как вам какой поход напишите в комментариях как вам природа это по мне вообще прям просто класс ладно двигаться будем дальше каких-то местах я даже вот так вот прохожу наклоняюсь и я тут так прохожу и голову поворачиваю налево и такой думаю меня эти виды просто я не знаю не отпускают вы просто гляньте что там творится какие там красоты какие там переливы и цвет воды это вы гляньте вот эти вот скальные острова белые они правда исписаны не знаю зачем их рисуют на них портят но там очень красиво мне кажется в сезон в эти бухты проплывают лодки катера и люди там купаются в этих бухтах потому что ну бухты магический цвет воды там просто магия пробираемся видите такие типа джунгли у нас с вами здесь уже вид закрылся не видно морской слушайте после еще после дождя здесь почва вот эти запахи усилились вот ну прям как вот в лес к нам заходишь какие-то грибы вот этот вот дождевой запах очень клёво так куда нас приведет тропа и кстати вот эти вот кустарники все оба мокрые тоже еду все ноги уже расцарапал себе потому что они очень твердые еще и мокрые там вот горы более высокие ведь на дне прям облака но здесь вот так куда бухта очень крутая на самом деле здесь можно вот прям спокойно по этим скалам полазить ну а мы будем двигаться дальше он туда вот вперед ухут это у нас сегодня с вами походят получается голову поднял и тут такая скалишь и передо мной мощная такая она почему-то она это видимо то что дожди истекает у короче мокрые скалы вообще просто я шел голову персов пол голову поднял такую вот это да это получается вот как раз начинается вот этот вот мыс который вытягивается в море который мы сами видели а мы как бы его сейчас огибаем и куда-то вон туда сейчас дальше будет тропинку уходить пока не знаю точно куда но судя по всему она ведет к пляжу слышите птицы разные всякие класс ну да собственно вот видите у нас тропинка начала спускаться вниз здесь вот эти вот скалы по-прежнему они ухты кто-то в траве бегает главное чтоб не змея кабаны будет а то весело нам точнее мне ну все до спускается тропиночка сейчас наверное мы с вами попадем на пляж оп-оп-оп кстати достаточно такой резкий спуск прям аж приходится даже по ней немножко бежать хочу заметить ухты а вон вон смотрите горные то ли козы ну да это козы это явно не бараны шарятся по горам главное чтоб не горные кабаны а то мы уже встречали здесь пару раз убегали просто с гор стоят такие поэтому они вроде как безобидны здесь но тем не менее здорово здесь ну собственно вот он пляж здесь можно вот здесь наверное прям спуститься можно по спинке немножко пойти можно как говорится срезать срезать путь да вот так вот мы совершенно одни и немножко козочки сколько там их штук шесть-семь наверное все и больше ни-ка-во и вот кстати опять здесь тоже предупреждение что здесь нельзя разводить никакие костры я даже знаю что газовые горелки они тоже запрещены здесь явно штормила водоросли мусор вот пожалуйста но в общем до того мыса мы не пойдем потому что это очень долго и плюс ко всему нету больше никаких троп надо изучить информацию может быть где-то кто-то уже писал про это место посмотреть либо с кем-то отправиться хотя навряд ли уже отправимся в общем я немножко посижу отдохну и буду возвращаться потому что же дело к обеду надо еще пообедать и для вас монтировать этот видеоролик а пока я буду отдыхать и возвращаться посмотрите кадры с высоты полетели и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я дома Я не знаю, что завтра будет у меня с ногами Наверное, будет трындец В общем, подгодя итоги, я пробежал 8 километров с перепадом высоты, а 4 километра прошел с перепадом высоты от 0 до 100 Короче, я в шоке, я думаю, что выпуск точно заслуживает лайк, мне нужно идти отдыхать Я не знаю, завтра буду делать ногам холодные примочки Это было очень круто На самом деле, я думаю, что такую практику надо делать хотя бы раз в неделю, хотя бы два раза в неделю, я не знаю Учитывая, что тепло, море тепло, можно бежать купаться, потом снова бежать Ну и заодно путешествовать вот так вот Ладно, все, пойду отдыхать Как вам виды? Как вам кадры с дрона? Пока, увидимся в новом видеоролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok